Почему хочется всё время перескочить? Нужно делать сейчас о мысли, о том, как может быть потом здорово. Как научить себя останавливать и не перескакивать? Спасибо, Ирина Николаевна. Давайте посмотрим, как это в жизни бывает. Если будете чуть внимательнее, то сразу станет всё понятно. Вот, допустим, идёте вы по аллейке парка, и перед вами лужа. Ребёнок, ребёнок идёт с мамой. И ему так хочется в эту лужу. Вот ему хочется посмотреть, а как это? Глубокая она, неглубокая. Что там на дне-то ножками почувствовать? Дно там есть вообще? Нет. А мама говорит, ты куда пошёл? Стоять. И начинает обходить окольными путями, да приговаривать. Не смей ходить в лужу, грязные будут сапожки. Заболеешь, там потом мы никуда не пойдём с тобой. Мама будет плакать, что ты болеешь. И всё расскажет. Вот так и вы. Кто-то вас водил окольными путями и не пускал туда, куда очень хотелось. И нам сразу, мы же свои желания и потребности никуда не деваем. Они же бьются у нас внутри. И мороженое, и машину. Это же всё одинаково по большому счёту. Только количество усилий и усердия внутри. Ну как содержание, да. Мороженое можно сразу, а можно кому-то и не сразу никогда. Кому-то можно машину сразу, а кому-то не очень. Понимаете, о чём разговор? Так вот, если вы по лужам не научитесь ходить, плоскость, как вода, она немножко такая волнистая. И по ней нужно уметь ходить. Это и начинается с детства, когда вот есть поверхность воды, а что внутри, неизвестно. Почему вашему ребёнку и вам самим? Идите туда, где вам кажется, что зыбко. И тогда будет интересно, что там не так зыбко. И там есть твёрдое дно. Это просто чуть-чуть зеркалом скрыто, и оно на солнышке переливается, и кажется, что там бесно. Вот то же самое и в работе, и в любых делах. Как вы только начнёте шаг, сделаете, то включится обязательно интерес. И тогда появится именно вот то намерение, «А дальше? А дальше? А как получится? А как проще сделать?» Два раза сделаете, на третий будет не то, что интересно. Вы побегом побежите для того, чтобы опять собрать картинку вместе. Опять понять, как это достойно, классно и просто, самое главное. Здесь решение принять, дело начать, и результат получите. Результат же у нас всегда двойной. Мы получаем удовлетворённость от того, что смогли. Это эмоциональное насыщение. И у такого человека повышается самооценка. Его больше не особо беспокоят как страхи, так и чужое мнение. Он говорит, «Угу, да, 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 поглядим». Первая история. И вторая история, когда вы что-то создали, и это людям нужно, неважно, продукт это, интеллектуальная собственность какая-то, или просто о чём-то рассказали, помогли человеку разрулить его непростую ситуацию. Вы же тогда первое, что делаете, вы не попадаете же в эти ситуации, потому что вы знаете, как там поступать. А есть достаточно других, с которыми нужно разобраться. И вы сами себе создаёте подушку безопасности. Второе, что очень важно, когда всё-таки вы что-то сделали и получили от этого мира материальную ценность, какую-то, ну, деньги условно, да, то вы же сами собрались, кошелёчек денечку положили, в портмоне положили, на машину сели или пешком, заходите в магазин, и вы точно знаете, что вы можете себе это позволить. Как нас сейчас приучают к рекламе-то? Мы что можем себе позволить? Давайте буквально смотреть. Мы можем позволить себе данон, ну, тут йогурт, детство нас туда, вот можешь себе позволить, вот, а красиво звучит как. Мы можем себе какие-то виртуальные минуты присвоить, но за это всё надо платить. И мы можем себе, женщины, слышите меня, девушки-красавицы, мы можем себе краску для волос, мы этого достойны. Всё остальное надо впахивать денно и нужно. Вот вам проявленный мир, всё, чего вы достойны. А, ну, ещё там медикаменты всякие, чтобы жизнь увеличить, ноги чтоб ходили, вены чтоб не видны были, там ещё что-то. Всё. Вам никто не предлагает ничего другого. Вот это называется зыбкость. А вы сами себе предложите. Зачем вам кто-то извне, когда вы точно знаете, чего вы хотите? И тогда, получая это, сначала попроще, потом посложней, потом объединить просто и сложно, и получится другая история. И тогда вам вообще ничего не нужно, кроме того, как с интересом ставить себе задачки и с любопытством ребёнка и усердием взрослого, терпеливо их собирать. Тогда не будет сопротивления. Мы же сопротивляемся, потому что нас не пускали, нам не показывают как. А мы же все умные, мы же все великие. Вот когда вы смотрите или разговариваете, у нас же вот здесь об одном и том же. Там обобрали, там нас обманули, там на нас напали. Смотрите, вот они плоскости, и они все зыбкие, и там неизвестно, что, какое дно. Тут, значит, тут все каналы ютубовские работают на чём. Или противопоставление, я великая, я классная, я достойная, вы тут вообще не знаем, а кто. Я могу себе всё позволить, всякие гадости, вот всё, что захотела, то и выплюнула. Вторые говорят, мы в курсе того, что вас обобрали, обманули, отымели, в общем, там ещё что-то с вами сделали. А человеку только данон. Таблетки, данон, зубная паста, чтоб не так особо там как-то, ну что-то можно сохранить было. И краску для волос, чтобы вот чуть помоложе. Всё, больше ж нам ничего не предлагают. Всё остальное стоит дорого. Очень дорого. Вот это и называется зыбкость, куда не хочется идти. Так вы из этого многообразия-то выберите то, что вам нужно. И потихонечку, шажочек за шажочком собирайте. Это же вам нужно. Самая удивительная, самая тяжёлая история, с которой мне здесь приходится сталкиваться, это когда человек приходит, говорит, я так очень хочу, но все кругом говорят, что это мне не надо. Это как? Вот вы хотите кушать. Буквально, буквально, всё просто в жизни. У вас в холодильнике всё для этого есть. Вы будете приятельнице звонить? Вы будете маме звонить? Вы будете соседку там иметь с утра до ночи, спрашивать, скажи мне, пожалуйста, когда мне мужа пойти покушать, а то прям голод уже подсасывает. Нет, вы этого делать не будете. Почему? Потому что вы сами себе всё обеспечивали. И у вас есть, только руку протяни, и будет вкусно, хорошо и достойно. И сытно, насыщение произойдёт. Точно так же и в жизни материальном. Это же предметный всё мир. Вам нужно насыщение, ну так вы же себе его сами-то организовываете. Не надо много, нужно достаточно, чтобы усилия, которые вы вкладывали, они эмоционально подпитывались. Одно решили, второе. Почему насыщение в каждой из каких-то плоскостей или задачек по жизни, оно имеет предел? Можно тысячу платьев, можно. Только что вы с этим делать будете? Бесконечность выплёвывания разных фасонов, бортик справа, бортик слева, крестик так, цветочек так, это бесконечно. И вы тогда всю жизнь потратите на то, чтобы купить эти платья. И? А когда вы точно знаете, что вы хотите, вы точно знаете, сколько вам на это нужно времени, тогда не будет воды, так и говорят, что ты мне воду льёшь? Вот эта плоскость, она зыбкая, потому что вы не очень понимаете, что нужно делать, значит, надо успокоиться. Или обратиться к специалисту, или почитать литературу и понять, как же вам пройти-то, насколько там глубоко. Почему детям, когда они пытаются что-то познать, это телесное ощущение, смогу-не смогу, кто держит за руку, папа, мама, насколько подбадривают, насколько они верят в этого малыша или в эту малышку. Тогда нет преград. Можно шажочек, ага, там-то дно, водичка мутненькая, она сядет сейчас, и мы увидим, мы увидим, насколько там глубоко. Обычно не глубоко. Омут человек создает себе сам. А если он и имеет место быть, он тоже для чего-то в этой жизни нужен. Но тогда вам-то он зачем? Может, для кого-то приготовлен, не обязательно для вас. Вот это и называется творите свою жизнь самостоятельно, потому что и результаты ваши, и эмоциональная подпитка ваша, и платья ваши, и машины ваши, и все, что вы захотите, все ваши. Вот это называется творец. А нам тут все рассказывают, что, знаете, рубль двадцать и не жужжи. Это не так. Я вам предлагаю попробовать.